МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Меня зовут Илья Лазерсон и это кулинарное шоу Кухня Фуд Сити. Я сегодня буду готовить семейный гуляш, классическое венгерское блюдо, и начну с покупки овощей. Я хотел бы купить зеленого лачку, нарушить композицию два красных сладких перца, пучок петрушки. Она такая же кудрявая, как я, ребята, да? И обычную репку. Большое спасибо. Ну что ж, а я двигаюсь дальше вперед за орденами, наверное, за мясом. Говядинка. Вот говядинку, говядинку. Так, на что? Что будем готовить? Я буду готовить гуляш. Гуляш. Я знаю, что мне надо. Мякушка. Мякушка. Хорошая. Окорока. Я чувствую, что Чайковского ставили по виду мякоти. Чайковского. Мясо по запаху. Да. Опа. Молоком пахнет? Ягода болит. Я не за то, что лишь бы продать, да я хороший, а человек вернется. Я вам даже визитчику отдам. Андрюшка меня зовут. Андрюшка, спасибо большое. Да. Полтора килограмма, нормально? Да. По 766, по 700 рублей. Дай мне, и дай бог тебе здоровья. Без базара. Хорошо, спасибо. Большое спасибо, я все. Я, Андрюшка, тебе, если, я же буду готовить прямо здесь, на Фуд-Сити, я тебе принесу тарелочку гуляша, а ты мне вернешь бабки за говядину. Без проблем. Дай бог здоровья. Пока. Вот и паприка сладкая. А продайте мне, пожалуйста, ковшичек папрички. Вот этого стаканчика хватит, мне как раз, да. Да, паприка очень важный мне продукт, потому что гуляш – это паприка, надо особенно тщательно его выбирать. Так что я полностью готов и отправляюсь на куклу. Ну что ж, гуляш для меня начинается с лука. Я сейчас почище вот такую мне дико большую луковичку. Я буду его обжаривать в сковородке, потому что в ней еще будет обжариваться мясо. И вы сейчас посмотрите на мой приемчик, как сделать так, чтобы мясо не теряло сок при жарке. Это как раз делается с помощью лука. У меня есть прекрасное, вот такое светлое подсолнечное масло. Вот сюда и в кастрюлю. Обе эти посудины уже нагреваются. Сразу вам скажу, друзья, что гуляш может быть основным блюдом, а может быть супом. Я сегодня сделаю гуляш как основное блюдо. Вот у меня бекон, и я сейчас его, посмотрите, как нарезаю вот так. На небольшие ломтики и отправляю уже в кастрюлю, где он тоже будет жариться. Вот так. Вот вам лайфхак, как раздеть сладкий перец. Смотрите, так, так, так. То есть, видите, я срезал стенки, и теперь еще немножко. Семена остаются у меня вот здесь. Значит, квадратики сладкого перца, где-то 2 на 2, они пойдут к бекону. Здесь, конечно, главный продукт не живой сладкий перец, а сладкая паприка, порошочек. Вот. Вот вокруг этого надо молиться сегодня, потому что это, я считаю, главный компонент. Перец идет к бекону. Вы все были свидетелями того, как я покупал прекрасное мясо, и вот теперь оно поступает в работу. Вообще говоря, когда мы говорим, что нарезать мясо как на гуляш, это уже стало таким образцом нарезка. Это значит нарезать мясо примерно величиной с грецкий орех. Вот это критерий. Можно чуть крупнее. Вот это есть гуляшная нарезка. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Что я вам хотел показать? Посмотрите, у меня уже обжаренный лук. И вот теперь на него мясо. Я укладываю его вот так вот в один слой и прижимаю рукой. И что я сейчас делаю? Я сейчас мясо жарю на луке. Вот это очень интересный прием. А вот беконная часть у меня уже готова. И я пока ее сдвигаю и прекращаю жарку. Вот так. Эта часть готова. Вот теперь ждем, смотрим на мясо и будем анализировать, как себя ведет мясо на сковородке. Я могу только поделать вот так, но не переворачивать. Надо иметь терпение, чтобы мясо обжарилось с той стороны, которой мясо лежит на луке. Какая беда нас подстерегает, когда мы жарим мясо на сковородке, особенно некрупными кусками? Оно начинает давать сок, оно течет. И задача всякого человека, который готовит еду, этот сок сохранить в мясе. Давайте смотреть. Давайте посмотрим. Сейчас у меня течет из мяса сок. Посмотрите, я наклоняю сковородку, вот только масло здесь. Здесь никакой жидкости нет, потому что мое мясо не дает сок. А знаете, почему не дает сок? Потому что оно жарится на луке. Лук способен мясо заварить так, что оно не потечет. Вот в этом есть большой секрет. Никому о моем не рассказывайте только, никому ни слова. Держите этот секрет только у себя на кухне. Я вам должен сказать, что венгерский гуляш никогда не содержит в себе томат или помидоры. Его цвет обеспечивается исключительно порошком паприки. Видите, почему я так тщательно выбирал паприку сегодня? Чтобы она была хорошая, красная и качественная. Так вот, смотрите, как заставить паприку работать, чтобы она заработала, дала вкус и цвет. Я снова ставлю кастрюлю с перцем и беконом на нагрев. Считаем ложки. Один, два, три столовые ложки паприки. И теперь надо паприку раскрыть, прогреть ее. Но это порошок, чтобы он не горел. Я должен это делать на невысокой температуре. И тогда вот эта паприка, друзья, тогда она раскрывает свой вкус в присутствии жира, в присутствии бекона и масла. Вот теперь паприка у меня прогрета. И я сейчас снова нагрев уменьшаю, чтобы паприка не сгорела. И сдвигаю кастрюлю. Моя задача сейчас дожарить мясо. Пока у меня жарится мясо, я начну делать тесто. Знаете, для чего тесто? Я люблю делать гуляш с клёцочками. Они в Венгрии называются чепетки. Они маленькие-маленькие. Я сделаю их сегодня чуточку покрупнее. Вот у меня мука. Вот я даже не знаю, сколько здесь муки. Так, я примерно насыпал. Смотрите, соль. И теперь я буду добавлять сюда яйца до тех пор, пока у меня не получится тесто. Я смело добавляю два яйца. Два яйца для этого количества муки определенно мало. Я смело добавляю третье яйцо. Гуляш – это блюдо само в себе, самодостаточное блюдо. К нему, в общем-то, не нужно делать гарнир. Гуляш делается либо с картошкой, либо с клёцками. Я делаю с клёцками, потому что так интереснее. В общем, ребята, это тесто практически как на лапшу. То есть, особенности теста в том, что оно делается не на воде и на яйцах, а на чистых яйцах. Дам ему чуть-чуть отдохнуть. Это можно сделать в пакете, а можно просто, чтобы оно полежало, потому что всё равно оно в муке, и оно не будет высыхать. Всё, мясо готово. Оно поступает в кастрюлю. Вот так. Сейчас я наливаю воду, помою сковородку и эту воду налью в гуляш. Как раз жидкости должно быть сравнительно много. И теперь я буду ждать, когда всё... Посмотрите, какой цвет у гуляша правильный. Именно потому, что здесь только паприка. Вот уже гуляш, кстати говоря, на грани закипания. И теперь смотрите тесто. И сейчас я превращу его в клёцки. Которые будут прекрасным гарниром. Они будут тушиться вместе с мясом. Видите, тесто какое тугое, но оно должно быть таким... Мощным тестом. Вот я сейчас буду раскатывать тесто в жгутик. Оно у меня к столу прилипать не будет. Оно очень плотное. Я из этого жгута буду нарезать клёцки. Проведываю мясо. Всё хорошо. Теперь могу накрывать крышечку. И оно будет под крышкой тушиться быстрее. Две колбаски. Мне будет так удобнее раскатывать тесто. Вот всё, я пошёл катать. Я уже вошёл, так сказать, в ритм. И я раскатываю сейчас вот такую колбаску одну. Готовый формат. Где-то, может быть, миллиметров 8 в диаметре. И нарезаю клёцки. Посмотрите. Вот так вот по диагонали. Вот на такие вот кусочки. Это и будут мои клёцки. Они заметно увеличатся в размере, когда они будут тушиться вместе с мясом. И будут шикарным дополнением к гуляшу. Поэтому в одной тарелке мы получим и гарнир, и мясное блюдо. Я посыпаю клёцки мукой. Эти клёцки, когда я добавлю их в мясо, которое тушится, на себе понесут туда немного муки. И у меня получится загустение соуса. Вот именно то, что мне надо. Смотрите на мясо. Вот теперь я должен его довести до состояния, когда оно будет практически готово. Для разного, даже для разной говядины, для разных мышц может потребоваться разное время. Я не знаю, сколько. Это зависит от вида мяса. Говорю, какое оно слушало музыку, это коровы и так далее. Поэтому просто пробуйте мясо время от времени. Когда оно станет достаточно мягким, тогда добавляются клёцки. Но по моим оценкам, мне еще придется подождать не менее получаса, чтобы мясо стало сравнительно мягким. Поэтому ждем полчаса и работаем с клёцкой. Дорогие друзья, вы смотрите кулинарное шоу «Кухня Фуд Сити». Мы остановились на том, что у меня тушится мясо для гуляша. Не забывайте, сегодня у нас гуляш. Посмотрите. Я сейчас мясо попробую. Я говорил, что все определяется уже здесь, говоря умным языком, органолептически. Я сейчас вот так достану кусочек мяса. Ну, допустим, да, и маленьким ножичком отрежу кусочек. Мягкое мясо. Оно сейчас мягкое на 85%. Теперь смотрите. Я вот так беру клёцки. Заметьте сейчас, какой их размер. Потом сравните с тем, как они себя будут вести в гуляше. Они увеличатся раза в три. Вот так немножко муки попадает. Это хорошо, потому что будет загустевать. Эти клёцки сейчас тем более будут себя впитывать влагу. И это тоже будет способствовать загустению. У меня сегодня будет вот такая тарелочка. Видите? Блюдо. Это такой будет где-то густой суп. Но, повторяю, гуляш может быть супом, может быть основным блюдом. У меня сегодня основное блюдо, но все равно в этом блюде много соуса. Поэтому, видите, у меня тарелочка с бортиками, чтобы я обеспечил здесь много соуса, чтобы никуда не делаться. Сейчас нарежу немного зеленого лука. Он у меня красиво уже пойдет, так сказать, в зеленую часть в оформлении блюда. Я могу меленько нарезать и вернуть в гуляш. Хуже от этого не будет. Еще немного петрушки. Ну, здесь зелень, как вы понимаете, по желанию используется. Вот посмотрите, клетки, видите, концентрируются сейчас наверху, потому что еще недостаточно густо. Вот они уже заметно, они уже заметно увеличились в размере и стали вот такими заметными здесь пятнышками у меня. Вот эти клетки должны готовиться где-то порядка 10-15 минут, чтобы они уже набухли, да, и стали сравнительно мягкими. Но, кто любит аль денте, можно приготовить клетки так, чтобы они были чуть жестковатыми внутри. Тогда вы, кстати, будете меньше полнеть. А кто любит готовое, значит, просто надо поварить эти клетки дольше. Друзья, вы смотрите кулинарное шоу «Кухня Фуд Сити». Прошло еще 10 минут, чтобы приготовились клетки, и мы практически готовы. Мы с гуляшом уже готовы, понимаете. Все булькает в этой кастрюле. Гуляш подгустел от того, что клетки в себе взяли часть влаги, часть жидкости, и там мука сработала. Давайте теперь процесс останавливать. Я сейчас буду подавать. Смотрите. Блюдо само в себе. Сразу гарнир приготовился. Клетки эти вкусные, потому что они напитались вкусом мяса. Они на себя взяли вот этот вкуснейший соус, кстати говоря. Чтобы не закрывать все блюдо зеленью, я могу по краю вот так вот пустить петрушечку. Абсолютно естественно. И чуть-чуть сверху обозначить паприку вот так вот порошочком. Вот смотрите, достаточно быстро и просто. Кандовая хорошая еда. Вы знаете, как приятно готовить на кухне в окружении рядов с продуктами. Я желаю вам получать, друзья мои, такие же ощущения на своих кухнях. Готовьте. И это крайне жизнеутверждающий процесс. Давайте жить весело и дружно. Пока. Друзья, кулинарное шоу «Кухня Фуд Сити» – это о еде. Я всегда буду готовить из свежайших продуктов, купленных непосредственно перед приготовлением. Потому что мы находимся прямо в сердце Фуд Сити. Здесь очень много классных продуктов. И мне всегда будет приятно их покупать, ходить по рядам, а потом приходить на эту кухню и готовить. Когда-то я буду один, когда-то у меня будут гости, когда-то мы будем готовить еду достаточно сложную, интересную, ресторанную, а когда-то простую, доступную. Но вместе с тем вы увидите, что все равно еда – это общечеловеческая ценность. Поэтому она всегда готовится с душой и вместе с тем не тяжело и просто. Важно любить продукты так, как их любят здесь, на Фуд Сити. Вперед! Редактор субтитров А.Семкин